Событие года висит собственно за мной. Событие года это пресс-конференция Bethesda накануне E3 2015, потому что эта компания в ходе своего мероприятия показала просто все, что мне хотелось бы от нее увидеть. Событие этого года выставка E3. Наверно, как и в каждом году событием года является E3. Безусловно, для меня и для многих вменяемых нормальных людей на этой планете оно только одно. Случилось оно летом на выставке E3, на конференции Sony. Это, как мы все понимаем, анонс ремейт Final Fantasy 7. Очень много всего интересного в этом году показали, очень много всего интересного анонсировали. Потому что именно на этом мероприятии стало ясно, что Xbox One и PlayStation 4 уходят на новый виток противостояния. E3 как главное игровое событие все еще остается и, наверное, самым главным событием года. Я просто орал на пресс-конференции Bethesda. Я просто орал, когда запустил Fallout 4. Я до сих пор ору, когда запускаю Fallout 4. Я буду орать, когда буду играть в Dishonored 2 и буду очень сильно орать, когда буду играть в Doom. Для Xbox One анонсируя обратную совместимость, а на PlayStation 4 совсем скоро и уже появились игры с PlayStation 2. Плюс и у той и другой приставки есть серьезные линейки блокбастеров. Лично для меня событием года стал релиз World of Warships, потому что я следил за этим мероприятием от самого, так сказать, ну не от самого, вру, но с середины где-то, сначала закрытого бета-теста и вплоть до самого релиза и торжественной презентации на игромире и вот это вот это вот все. Это было просто божественно. Спасибо ребятам из Wargaming и вообще. События года. Это, безусловно, разрыв ваших читательских передаков от рецензии Петра Сальникова на Metal Gear Solid 5. Мы никогда так в редакции не веселились и, наверное, уже никогда не будем так веселиться. Это было великолепно. По моему субъективному ощущению, это просто мое присоединение к игровой индустрии, знаете, потому что для меня 2015 год обернулся тем, что я сумел попасть в команду Dreambox и неожиданно для себя. И до сих пор не совсем понимаю, как просто чувак, который любит играть в игры, оказался здесь среди гуру игровой индустрии. Я считаю, что главное событие этого года, что наконец-то выходят нормальные игры. В прошлом году было абсолютно не во что играть, а в этом году Ведьмак Ксюшоу. Любое Ксюшоу, однозначно. Бэтл Фронт. Любое Ксюшоу – это событие года. Фоллаут. Да, короче, куча всяких крутых игр, и я этому несказанно рада. Это назначение главным тренером московского Спартака вот этого замечательного паренька. Событие года – это расставание и весьма некрасивая компания Konami и Hideo Kojima, который многие годы положительно влиял на имидж этой компании и делал один из самых замечательных игровых сериалов на Земле. Дмитрию Анатольевичу хочется пожелать в будущем году побольше побед, красивой игры, чтобы Спартак нас радовал как можно чаще. То, каким образом такая корпорация, как Konami, поступила с ним, как мне кажется, показывает то, насколько сейчас человеческий фактор и люди как таковые начинают играть все меньшую и меньшую роль в огромной индустрии производства видеоигр. Мы сталкиваемся примерно с той же ситуацией, что и в кинорынке, когда продюсеры и продюсерские компании играют намного большую роль, чем гений отдельно взятого человека. И это, друзья мои, печально.